Алтайский край Здравствуйте Здравствуйте Ну начнем с мобильного технопарка Он будет мобильным Для кого он предназначен? Тут стоит сказать Цель основная создание таких инструментов Как технопарки, детские технопарки И эта цель связана с исполнением Поручения президента Российской Федерации Войти национальные системы образования России В десятку лучших национальных образовательных систем И основным из инструментов Как раз вхождение в эту Десятку лучших национальных систем С точки зрения качества образования Это развитие естественно научного И инженерного профиля дополнительного образования В прошлом году В Алтайском крае открыт Ну скажем так стационарный детский технопарк Кванториум 22 За год его работы мы обнаружили Что ребята, которые проживают В отдаленных от города Барнаула Районных центрах, селах Не всегда могут попасть в технопарк Чтобы там приобрести те компетенции Которые необходимы в 21 веке Так вот, мобильный технопарк Как раз ориентирован в первую очередь На тех ребят, которые живут в селах Районных центрах далеко от города Барнаула Мобильный технопарк Будет снижать порог доступности для них Тем передовым технологиям обучения Которыми сегодня мы обладаем Вы уже представляете, сколько ребят смогут посетить этот технопарк? Мы планируем, что не менее тысячи ребят Смогут воспользоваться возможностями Предоставляемые мобильным технопарк Надеемся, что таких технопарков в будущем Будет у нас не один, а больше И соответственно мы сможем Большему количеству обучающихся Алтайского края Предоставлять такую услугу Что он будет из себя представлять? Это какой-то автобус оборудованный Или приехали где-то в школе, разместились и через какое-то время уехали? Совершенно справедливо Будет предполагать и ту форму работы, которую вы сказали, и другую Фактически, если визуализировать этот образ Это большой микроавтобус К которому привлечен большой прицеп И в микроавтобусе, и в прицепе будут находиться Как мини-станции, например Аэроквантумов, робоквантумов Дополненной реальности Которые можно физически вытащить из автобуса Принести в школу Установить оперативно и начать работать Обучать как учителей, так и ребят Работать на этих мини-лабораториях Но и в самом автобусе Будут такие лаборатории Которые позволяют даже в условиях Непосредственно автобуса Реализовывать те или другие образовательные проекты То есть, я так понимаю, и специалисты будут тоже Следовать по краю Помогать, учить Мы полагаем, что не только специалисты Действующего ныне детского технопарка Коториум-22 будут участвовать Но нам получится и обучить И переобучить еще целую армию Специалистов дополнительного образования Которые смогут На самом высоком уровне Обучать наших детей Самым передовым методом Естественно-научного и инженерного образования Как-то с географией вы уже определились Каким поселкам, селам В первую очередь повезет В настоящее время мы начинаем формировать Скажем так, заявки График деятельности этого технопарка Муниципалитеты и конкретные образовательные организации Либо села Могут такие заявки направлять Мы отдельно уведомим о порядке Предоставления таких заявок После чего приобретение и установке Всего необходимого оборудования Мы предполагаем, что в конце первого квартала Мы уже, 19-го года Мы уже начинаем работу активно С селами и конкретными школами Нашего Алтайского края То есть график узнаем позже Когда соберем все заявки Совершенно точно, да Давайте перейдем к другой теме Это новый метод Новая модель дополнительного образования Что она из себя представляет Чем предыдущий не устраивает В продолжении даже предыдущего проекта Можно сказать, что это новая модель В общем-то экономическая даже отчасти модель Развитие дополнительного образования в крае В настоящее время мы финансируем И муниципалитеты, и краевой бюджет Финансируют учреждения дополнительного образования Под так называемым подушевому принципу То есть в зависимости от количества Проживающих детей в муниципалитете В районе, либо в конкретном селе Либо в каком-то краевом учреждении Данная модель предполагает, что Подушевой принцип финансирования сохранится Но в дополнении Фактически каждая семья Желающая в том или другом кружке Получить какое-то новое образование Для своего ребенка Дополнительное образование Например, инженерного того же профиля Естественно, научного профиля Получает специальный сертификат Этот сертификат имеет определенную стоимость И с этой стоимостью сертификата Ребят человек приходит в конкретную секцию Кружок учреждения дополнительного образования И помимо сметного финансирования Данное учреждение получает финансирование За каждого пришедшего Обучающегося в данное конкретное учреждение Таким образом, мы дополнительно Поддерживаем учреждения Которые пользуются наибольшей востребованностью У наших школьников Как получить этот сертификат В очередь необходимо вставать Достаточно или их количество И правильно я понимаю, что родители Все же платить за этот сертификат не должны Абсолютно точно Этот сертификат будет выдаваться автоматически Для этого будет создан Первое, портал проектов и услуг В сфере дополнительного образования То есть любой родитель, который проживает В любом селе Алтайского края Может найти на этот портал Выбрать те услуги, которые на этой местности В этом селе, например Или в этом райцентре, городе предоставляются И заказать себе сертификат Автоматически он этот сертификат получит И ему только лишь нужно будет Его предъявить непосредственно в учреждении То есть хватит всем? Абсолютно точно Хватит всем Еще и потому, что пока Мы вводим такие сертификаты На инженерное и естественно-научное Дополнительное образование Ну да, я это уже поняла Что у вас это главное направление Что делать семье, если она сертификат не получила? Следующий мой вопрос Но видимо вы на него уже ответили Да, что все все же получат Абсолютно точно В данном случае мы максимально широко Будем эти сертификаты предоставлять семьям Хватит ли в крае педагогов? Еще один вопрос Дополнительного образования Потому что мы как привыкли Допобразование Это песни, танцы, лепка какая-нибудь Из пластилина, да? А здесь вот такие специфические направления Очень важный вопрос И именно поэтому проект предполагает Также целенаправленное обучение И дополнительную подготовку Работников образования В сфере предоставления Проектов по реализации Естественно-научного и инженерного образования То есть это будут отдельные средства Направлены на повышение квалификации И переподготовку Ныне действующих специалистов В системе образования А также молодых специалистов Которые, например, покидают Только что скамью Колледжи педагогических Вузов педагогических Приходят в систему доп. образования Но пока необходимых компетенций не имеют Поэтому под эти задачи Мы их отдельно будем обучать Я все же немножко не поняла Для чего нужно переходить На новый метод предыдущий Ты чем не устроил? Он связан с ограниченностью бюджетного финансирования А, все опять упирается в деньги Конечно, особенно в муниципалитетах Ведь вроде и сейчас предлагают Технические направления В каких-то творческих центрах Вот в рамках этого проекта Мы создадим 67 муниципальных Ресурсных центров Инженерного и естественно-научного образования Которые будут поддерживаться дополнительно Из средств федерального бюджета Будет также организовано 7 больших окружных центров Которых будут предоставлять Максимальную поддержку Вот этим муниципальным И кроме того, во главе вот этой иерархии Будет стоять один региональный ресурсный центр Который будет отслеживать Все новинки, которые происходят И в стране, и в мире С точки зрения естественно-научного образования И будет потом по нисходящей вертикали Доводить это до сведения Окружных и муниципальных учреждений Обучая параллельно педагогов Уже под новые технологии То есть не каждый учитель должен будет Или каждый педагог доп. образования Искать какие-то новинки Искать какие-то ресурсы Чтобы эти новинки внедрить в себя в учреждения А это будет задача головного ресурсного центра Уже размер финансирования известен? В целом, то, что выделено И на мобильный технопарк И на проекты дополнительного образования Мы ожидаем, что не меньше 100 миллионов рублей Только из федерального бюджета И также часть предполагается Софинансирование из краевого бюджета На реализацию этих проектов И эти деньги мы начнем осваивать Уже в следующем году Уже в 2019 году Совершенно справедливо Что станет итогом? Вот если совсем-совсем коротко Вот год поработаем Конкурс какой-то организуем Или что? Значит, мы, во-первых, ожидаем увеличения охвата Это будет не менее 4000 Если мы говорим про тот проект Про мобильный технопарк И про второй Не менее 4000 дополнительно детей Вольются в систему доп. образования Мы улучшаем повышение качества образования То есть результаты, которые мы увидим В том числе и на итоговой аттестации По естественно-научным направлениям И также увеличение профориентационного потенциала То есть больше детей будут выбирать специальности Для дальнейшей своей карьеры Инженерного и естественно-научного профиля Спасибо, что нашли время И пришли к нам в студию Большое спасибо вам Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Максим Костенко Временно исполняющий обязанности Министра образования и науки Алтайского края Министра образования и науки Алтайского края Министра образования